МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Омикрон в России. Какие меры предпринимает правительство для борьбы с новым штаммом? Творческие, талантливые, активные воспитанники детского сада номер 37 рассказали о своем участии в театральном марафоне профессий. Снежные фантазии. Парк Зернова подготовил для саровчан новогоднюю программу. Далее расскажем обо всем подробно. Надбавки медикам за работу с больными коронавирусом в новогодние праздники, введение QR-кодов на транспорте, борьба с омикроном. Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Подробности в следующем репортаже. Правительство России разработало комплекс дополнительных мер по борьбе с коронавирусом и новым штаммом омикрон, 16 случаев которого выявили в нашей стране. Комплекс включает в себя 4 блока. Первый – создание барьеров для снижения темпов распространения. Это ограничение въезда и изоляция прибывших из-за границы. Сокращение сроков действия теста на ковид до 48 часов. Усиление контроля за ограничениями в регионах. Учитывая нестабильность ситуации, я еще раз хотела бы обратиться к регионам страны, чтобы они не торопились снимать те ограничительные меры, которые были введены, имея в виду лишь одно. Традиционно предпраздничные периоды, они влекут большое скопление людей, безусловно, корпоративы, но у нас, конечно, есть беспокойство по поводу того, чтобы мы не получили рост нагрузки на медицинские персоналы, на медицинские организации сразу после праздников. Второй блок дополнительных мер – профилактика. Он включает в себя в том числе повышение эффективности тест-систем. По словам Голиковой, в декабре начнутся клинические исследования кожного теста для оценки клеточного иммунитета к ковиду. Третий блок направлен на поддержку повышенной готовности здравоохранения. Четвертый – на привлечение кадров. Выплаты медицинским и социальным работникам, которые помогают больным коронавирусом, продлят на 2022 год. Также они получат надбавки за работу в праздники. Мы в этом году, в 2021, на праздничные новогодние дни обеспечили выплату этих спецнадбавок для медработников и социальных работников, которые работали, работают, продолжают работать с ковидными больными в двойном размере. Просил бы правительство и в 2022 году на праздничные новогодние дни сделать то же самое. Также на совещании Владимир Путин поднял вопрос о законопроекте по QR-кодам на транспорте, принятие которого депутата на днях отложили. Президент отметил, что вводить подобные ограничения в новогодние праздники – достаточно сложная история. И это создаст проблемы для граждан. Бесплатно повысить квалификацию или обучиться новой профессии смогут безработные из наиболее уязвимых на рынке труда категории граждан в возрасте до 35 лет, которые после завершения учебы или военной службы более 4 месяцев не могут найти работу. Молодые люди без профессионального или высшего образования, которое находится под риском увольнения. Студенты последних курсов высших и средних профессиональных учебных заведений, если они не могут найти работу по полученной специальности. Молодые мамы в декрете и с детьми в возрасте до 7 лет. Кроме того, возможность получить новое знание за счет государства по-прежнему остается у граждан старше 50 лет. В Минтруде подчеркнули, что после переобучения гражданам помогут трудоустроиться или открыть собственное дело. Все образовательные программы формируются с учетом ситуации на рынке труда и могут отличаться в регионах. Это позволит готовить граждан под потребности работодателей. Подать заявку на переобучение можно будет на портале «Работа в России». Законопроект, который ужесточает наказание для педофилов, рекомендовал принять в первом чтении Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству. Инициатива предлагает вести пожизненный срок за повторное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Законопроект ранее поддержало правительство Российской Федерации. Другая важная информация в подборке о коротких новостей. Минтруд запустил на госуслугах систему информирования граждан. Пока уведомления приходят об установлении инвалидности и наступлении пенсионного возраста. Гражданам сообщают обо всех мерах поддержки, которые они могут получить в своем регионе, включая федеральные. С 2022 года уведомлять о мерах поддержки будут родители при достижении их детьми определенного возраста. Например, когда ребенку исполнится три года, им подскажут, как оформить пособие на детей от трех до семи лет. В перечень для рассылки также войдут беременность, получение статуса многодетной семьи, создание молодой семьи, присвоение звания ветеран, установление опеки, потеря кормильца и другие ситуации. Кроме того, узнать о положенных гражданам мерах поддержки можно по телефону единого контакт-центра 8 800 200 04 12. Общую информацию можно получить от робота, персональную от оператора. Контакт-центр работает в режиме 24 на 7. В новогодние каникулы из Нижегородского аэропорта Чкалов будут открыты 28 направлений. Об этом сообщила пресс-служба организации. С 30 декабря по 9 января прямыми рейсами граждане смогут отправиться в 17 городов России. Москву, Волгоград, Санкт-Петербург, Казань, Астрахань, Мурманск, Екатеринбург, Самару, Калининград, Краснодар, Новый Уренгой, Минеральные воды, Саратов, Пермь, Ростов-на-Дону, Сочи и Уфу. Кроме того, из Нижегородского аэропорта будут доступны вылеты в Стамбул, Баку, Анталью, Ереван, Хуркаду, Шарм и Шейх. Рейсы в рамках регулярной и чартерной программ будут выполнять 11 авиакомпаний. В ноябре команда детского сада номер 37 заняла первое место на театральном марафоне профессии «Темп». На сцене Дворца детского творчества ребята и родители показали постановку о профессии писателя-юмориста. Одним из подарков для победителей стала съемка от нашего телеканала. В жеребьевке театрального марафона профессий родители и дети детского сада номер 37 вытянули профессию писателя-юмориста. Для сценки участникам задали формат «Форсайт» – «Взгляд в будущее». На сцене Дворца детского творчества папа и их сыновья сыграли роль писателя и его героя-незнайки. В небольшой постановке команда-энтузиасты рассказали зрителям о том, насколько важна книга в жизни человека. Готовились, родители откликнулись. У нас родители, мы с ними всегда эти конкурсы проживаем активно, продумывали все. Костюмы, много делали своими руками, селами детского сада. Помогала нам Костелянша Нина Ивановна, музыкальный руководитель всегда была с нами на подхвате. Помогала нам где-то своим взглядом оценить это все. Мы смотрели, каждый вносил в эту постановку что-то свое. Родители и дети не ставили перед собой цель победить, а просто хотели выступить в удовольствии и от души. И у них это получилось. За свою постановку энтузиасты заняли первое место. Для Алексея Питякшева и его сына Матвея фестиваль стал поводом сблизиться еще больше и настроиться на одну волну. А еще Алексей взял специальный приз за лучшую мужскую роль. Я представлял именно самого писателя в настоящем, который придумывал все, скажем так, персонажи Незнайку и прочую. А мой сын представлял маленького писателя в будущем. То есть они во время сказки поменялись местами. Впечатления только положительные. То есть когда ты наблюдаешь, как твой ребенок выходит со сцены с восторгом и рассказывает потом своим друзьям, что он был на сцене. Но это незабываемые впечатления прежде всего для ребенка. Мы долго работали дома. И вот получилось. Мне там понравилось. Там музыка была. И так понравилось. Семья Минченковых в фестивале профессий участвовала в первый раз. В течение двух недель Сергей и его сын Матвей усердно репетировали номер как дома, так и в детском саду. А на сцене смогли хорошо вжиться в свои образы. Очень интересно и захватывающе. Я очень надеюсь, что мы все-таки будем еще участвовать в каких-то конкурсах, будем какие-то роли разучивать, учить, показывать. Восторга много, как у меня и как у ребенка. Победители театрального марафона профессий «Темп» получили дипломы, подарки, а также специальные призы от спонсоров фестиваля. С 9 по 12 декабря в Москве проходил Всероссийский патриотический форум, на котором состоялось вручение национальной премии «Патриот-2021» в офлайн и онлайн форматах. Форум объединил специалистов и организаторов патриотического воспитания со всей страны. На нем побывал и создатель музея военно-исторической миниатюры Вячеслав Лапашов. Тренинговая, деловая и экскурсионная программы. Всероссийский патриотический форум объединил специалистов и организаторов патриотического воспитания со всей страны. В рамках очного формата форума в павильоне на ВДНХ собралось около 600 человек. Программу подготовили насыщенную, и каждый ее участник мог найти здесь что-то полезное для своего объединения. Как сделать правильно пиар-компанию при проведении каких-то мероприятий, как написать проект на патриотическую тему, что-то провести, что-то гигантское. Но самое-то главное всей нитью проходило – это сохранение исторической памяти. То есть вот все основные мероприятия, которые проводились и заседания, они были направлены на то – сохранение исторической памяти. В день проходило по 16-18 треков. Попасть на все было просто физически невозможно. Приходилось выбирать из них 4-5 наиболее для нас полезных, признается Вячеслав Викторович. Главное достоинство форума заключается в том, что это уникальная коммуникативная площадка, призванная познакомить и объединить усилия и ресурсы участников системы патриотического воспитания из разных уголков страны. Тоже связи появились с людьми, которые занимаются и военно-исторической реконструкцией, мы причем как бы руководителями этого движения и с Музеем Победы, что немаловажно для нас. То есть у нас есть какой-то выход чуть дальше немножечко, не только замкнуться вот в себе, но и возможность другим людям в других городах посмотреть, что у нас здесь находится. Вячеслав Лапашов планирует побывать на этом масштабном мероприятии еще раз. О пользе форума высказался и президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что форума притает традиции и назвал его востребованной площадкой для конструктивных, творческих дискуссий представителей органов власти, образовательных и общественных организаций, участников поискового и добровольческого движений. Парк имени Зернова приглашает маленьких гостей на новогодние встречи «Снежные фантазии». Мероприятия пройдут с 3 по 9 января. О том, что подготовили организаторы для юных саровчан, расскажем в следующем репортаже. В Новый год с хорошим настроением. На зимние каникулы парк имени Зернова готовит насыщенную развлекательную программу для детей и их родителей. Новогодние тематические встречи «Снежные фантазии» пройдут в первых числах января. Уже 3 января мы встречаемся на дне поздравлений. В этот день мы будем поздравлять и принимать поздравления с наступившим новым 2022 годом. 4 января у нас день состязаний. Мы будем соревноваться в постройке снежных фигур, лепить снежки и поиграем в зимние виды спорта. С 5 по 9 января в программе также запланированы дни улыбок, хороводов, зимних забав, музыки и танцев. 7 января ребята отметят Рождество и узнают о традициях этого праздника. У центральной елки в парке гостей встретят Дед Мороз, Снегурочка и другие зимние персонажи. Итак, с 3 по 9 января сказочные костюмированные персонажи будут ждать гостей в парк в 11 часов у центральной елки нашего парка. Подробную информацию можно получить по телефону 982 52 982 59 или на сайте sarafpark.ru. Мероприятие без возрастных ограничений. 18 декабря в рамках чемпионата Нижегородской области по баскетболу среди мужских команд БК «Атом» встретится с торпедой из Павлова. Игра пройдет в спорткомплексе «Юниор» на Музруково-14. Начало в 12.30. Вход свободный, без возрастных ограничений. К другим спортивным новостям. Атлеты отделения прыжков на батуте спортивной школы «Икар» в составе сборной команды Нижегородской области успешно выступили на всероссийских соревнованиях в памяти героя Советского Союза Сергея Михайловича Люлина. В финальной части турнира в дисциплине «Двойной мини-трамп» и «Каровцы» заняли 7 мест. Подробности далее. Тамара Давыдова в спортивной школе «Икар» занимается с 5 лет. Более чем за 10 лет девушка приняла участие в различных соревнованиях города, области страны. И уже успела завоевать титул кандидата в мастера спорта. В декабре Тамара выступила на всероссийских соревнованиях по прыжкам на батуте и двойном мини-трампе в Иванове, где стала первой в своей возрастной категории. Это, конечно, очень приятно. И гордишься собой. Но я была в себе уверена. И я не сомневалась в том, что я выиграл. Одной десятой до третьего места на соревнованиях не хватило Даниилу Ермакова. По словам мальчика, взять бронзовую медаль ему помешало волнение. Мне было не обидно. Но через много времени я научусь и буду побеждать. Всего в соревнованиях приняло участие 340 спортсменов со всего Приволжского федерального округа. От нашего города выступили 12 человек. Все они входят в сборную Нижегородской области. Вот эти соревнования, они дают перед крупными, более крупными соревнованиями. Как бы мы прокатываем вот эти. Входим в форму. Мы уже давно как бы не выступали. Уже прошло с марта месяца. Мы уже не выступали. То карантина, то это, то это. То там соревнований нет. Вот. И вот сейчас поехали как бы с марта. Мы вот на первые соревнования поехали. Выездные. Ну такие крупные. В феврале спортсмены Икара отправятся на первенство Приволжского федерального округа в Оренбург. И если наши ребята там покажут хороший результат и смогут войти в шестерку лучших, отправятся на первенство России. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры сделал DimaTorzok